Ну, нашей героине повезло, потому что Марьино, юг и юго-восток, те направления, где можно более-менее подобрать в районе той суммы, на которую вы рассчитываете. Ольга Николаевна, скажите, ну, эти направления зависят и качество, так сказать, земли, и что будет расти на этой земле. Вот юг и юго-восток. Ну, конечно, в юге. Хороша ли там земля, и что там можно выращивать, кроме арбуза, дыни, их мы не трогаем. На самом деле, вот такой большой разницы в почве нет по разным районам. То есть... Где-то песка больше, где-то на полет такая болотистая местность, там сложнее уже. Понятно, что Рублевка – это роза ветров, да, то есть, соответственно, воздух хороший. Воздух, конечно, там везде, где есть леса, очень благоприятный, и поэтому просто для того, чтобы с детьми побывать на воздухе, я бы просто палатку поставила, если бы дали кусочек земли. Но вот я, опять, беда в том, что у нашей героини дети. Не везде есть... Как-то не везде, а не везде. А, нет, в смысле, я хочу сказать, что для детей нужна школа. Они же в школе учатся, в деревне. Какая там будет школа? И поэтому вот это останавливает многих при выборе, где жить, в Москве или... Я, например, купила небольшой дом отдыха, издательство «Правда». Сделала там дачу. Но у меня дети, у меня четверо детей, они учатся в школе. Мне просто очень повезло, что вот директор школы, она энтузиаст, и школа на очень хорошем счету в Подмосковье. Но на самом деле это не везде вот так. То есть, любая школа провинциальная, она не может соперничать с московской. Поэтому, если есть дети, надо трежды подумать об этом. Александр, а я бы вам посоветовала... Здесь очень важный момент, вот мы его пускаем. Да, ну просто, да, чтобы иметь домик... Я теперь уже читаю, вот передачи смотрю, Олю очень внимательно слушаю. Сейчас себе заказала каталог. Я вообще городской человек, заказала каталог. Где, да, где прописывают, какой грунт должен быть, сколько песка, сколько его удобрять должны, сколько он наваживать и так далее, и тому подобное. Но это же тоже определенная статья расходов. Вот, Ольга Николаевна, на ваш взгляд, как можно оптимизировать эти расходы, но при этом иметь хорошее урожае? На чем стоит экономить? На удобрениях, на семенах. Вот как, на ваш взгляд, поступить? Экономия может быть во всем. Даже вот, вы знаете, грунт, он сейчас довольно-таки дорог в магазине. Вот рассаду будете сажать. Можно взять шелуху от семечек, смешать с грунтом напополам, да, и вниз емкости для рассады положить. Вот уже экономия. То есть, надо вот такие хитрости просто знать. Есть такой вот опыт, житейский, как говорится. Но мне кажется, что вот если небольшой участок, там в 6 соток, его тоже можно сделать длительный срок плодоношения разных культур. Посадите 3 куста смородины. Ну, пускай будет раннего, среднего и позднего сроков созревания. То есть, мы так продлеваем, пролонгируем удовольствие. Дольше, да, получаются ягоды. И практически то же самое надо сделать и с яблонями. Вот все культуры по 3 кустика, по 3 деревца. То есть, небольшой участок, а отдача будет гораздо больше. Тепличное хозяйство. Обязательно надо купить теплицу, чтобы было. Чтобы начинать рано получать овощи, которые весной идут. Редиска, зелень. Огойчики. А самое главное еще, вот я хочу сказать, в нашей героине у нее дети. И вот, когда люди обрабатывают землю и приучают к этому детей, вот в этом заложен очень большой психологически важный фактор. То есть, вы с малолетства приучаете их к труду и к любви. Да, и тем более ваши дети, которые отказываются есть магазинные овощи и фрукты, будут есть свои, понимаете, выращенные своими руками. Это дорогого стоит.